Автор Гамлета. Вообще без понятия. Без понятия, да? Да. Давайте вот эти поумнее пойдут. Ну давай. Как называют украинский парламент? Ди... Депа... Департмент. Департмент, да. Нет. Диаспора? Нет. Диспан... Диспансер. Да, диспансер может быть. Нет, блин, сейчас сразу не вспомню, блин. Это Украина. Сколько раз слушаю, блин. Морской повар. Нет, друг, снимай. Как зовут тебя? Не хочешь говорить, как тебя зовут? Нет. Что за херня здесь происходит? Привет, меня зовут Жек Иширяев. Это канал Негодяй ТВ. Сейчас будет рубрика «Вопросы за бабосы». Пять человек. У каждого пять вопросов. У одних пять вопросов. У одних свои пять вопросов. Человек, блядь, что я несу? Короче, пять человек. Пять. У каждого... Ой, ёпо мать, блядь. Ой, я похож на вялую какашку. Просто жесть какая-то. Надо уже, короче, кого-то окучивать, мне кажется. Здрасте. Стою, как тополь на плещухе. Суд добрый. Можно тебя? Что интересует? Интересует твое участие в моем шоу. Которое... Да, не теряю. Ты знаешь меня? Да. Классно, иди сюда. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Никита. Никитос, да? И ты смотрел меня в ютубе? Совершенно верно. По-моему, сейчас канал называется Негодяй ТВ. Все ты знаешь. Я задаю тебе пять вопросов. На мой вкус простых. Хотя некоторые ответы я, честно говоря, не знал. Я не очень умный чел, да. И я тоже что-то не знаю, ошибаюсь. За то, что ты правильно ответишь на пять вопросов, я заплачу тебе деньжат. Пять вопросов? Да. Хорошо. Кто ответит правильно на пять вопросов, тот получит. Ну, всего не всего, но 500 рублей. Нынче такая такса у меня. Все бабойские, которые получают люди, это все от вас. 2500 рублей надонатили мне за неделю. Спасибо. Погнали. Сколько тебе лет? 18. Это Никита. Кислое молоко кобылы. Кислое молоко кобылы? И что, что надо сказать? Как называется? Ну, как называется, да. Кислое молоко кобылы. В Казахстане любят пить его. Айран. Нет. Не айран, тогда... Наверное, по вкусу это как айран и как тан, хотя кумыс я никогда в жизни не пил. Кумыс. 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 Откуда ты догадался? Ну, потому что айран и тан, он газированный, а кумыс не газированный. Ты очень молодец. Хорошо. Дальше идем по напиткам. Пиратский напиток. Пиратский напиток. В России или нет? В России принято считать, что пиратский напиток это пиво. Нет. В какие-то добрые времена существовали пираты такие, которые как вот Джек Воробей и все остальные пассажиры. И они любили пить. Даже песни слагали по поводу этого напитка. Алкогольного, естественно. Алкогольный, да. Вы поближе сюда, братан. Ну, я думаю, это вино. Нет? Эта бутылка, вот эта, вот эта. И вот они все бочками хлистали эту синьку. Ну, это означно пиво. Нет? Нет. Ну, это точно не водка. Три буквы. Три буквы, да. Так есть сейчас. Пиво, вино. Это точно не когор. Но это у нас, я думаю, идет... На букву Р. Р. Блин, не знаю. Есть такое имя мужское. Рой. Рой? Русская. А, русская. Ром. Как? Рома. Как называется старье, чья ценность с возрастом увеличивается? Старье, чья ценность с возрастом увеличивается? Да. Раритет. Хорошо ты придумал. Но нет. Нет? Нет. Так, если не ретет... Ближе, брат. Да, подойди, пожалуйста. Так, если не ретет, то... Подождите, ребят, поучаствуем, да. Ну, не знаю, как правильно вырисовать. Вот смотри, магазины, где продаются старые-старые вещи, старые посуда, часы, комод, я не знаю, стулья старые, прям они старые, по 200 лет, по 100 лет. И это у нас что? Ну, так, это у нас, ну, это... Так, что это может быть-то? Не знаю. Анти. Антикваят. Гениально, гениально, да. Привет, привет. Четвертый вопрос. Семейная усыпальница. Семейная усыпальница? Как называть? Да. Кровать. Вопрос звучит витиевато, да? Но для этого и я есть, чтобы подсказывать себе. Подразумевается место, где вот они все померли. Померли. А, да ладно. И их в семейную усыпальницу всех положили вместе. Наверное, так. Ну, наверное, это будет могила, гроб. Ну, нет, они вместе. Это их семейный... Да? Семейный что? Семейный... С... С... Семейный... Блин, я такого слова не знаю. Семейный ск... Не, не знаю. Как ни крути, не знаю. Наверное, нет. Я подсказал тебе первые две буквы. СК. СКИ. СКА. Не, не смогу. Не, реально, не. А, Никита, жалко. Семейный склеп. Склеп? Склеп. Не, я такого слова не слышу вообще. До свидания. Здорово. Привет. Слушай, конечно, подходи. Так, подожди секунду. Я посмотрю, как нас видно. Как зовут тебя? Дима. Дима. Дима П. Поближе, идите поближе. Да-да-да, смотри, смотри. Дима П. Дима П. Хочешь стать здесь, да? Да-да. Так, подожди, дай-ка, посмотри. Действительно рабочая сторона вот эта? Слушай, действительно рабочая сторона. Я задаю пять вопросов. Хорошо. Очень простых. Ну, они не сложные. Это не какая-то там что, где, когда. Отвечаешь на них правильно, деньжонку тебе закину. А, отлично. Мне нравится такой расклад. Нравится, да? Сколько тебе лет, Дима? 16. А, ты такой молодой? Да. Ну, вопрос, ну, может быть, чутка будет сложноватый. Хотя, кто знает, ты же, может быть, все-таки умный парень, да? Может быть. Поехали. Плюющий горбоносец. А что мне нужно с этим сделать? Назови плюющего горбоносца. Но я подскажу тебе. Это животное, которое плюется. Это верблюд, что ли? Серьезно? Ну, может быть, да. Ну, это совершенно верно. Вопрос номер два. Морской повар. Как называют морских поворот? Кок. 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 Морской повар, ну, который на корабле ковар. Кок. 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 Все верно, да. Как в старину на Руси называли кандалы? Кандалы? Да. Это... Акова? Типа. Кандалы. Как? Кандалы это типа оковы, да, такие? Ну, типа, да. Ну, типа, да. Кандалы. Ну, типа, оковы. Ну, типа, оковы. Оковы. Да? Да. Вау. Четвертый вопрос. Военный ров. Ров. Окоп или траншея? Окоп. Пусть будет окоп. Пускай будет траншея. Траншея? Траншея. И пятый вопрос. За который ты получаешь денежонку. Окей? Да, окей. Поехали. Что, по мнению пушкинского Моцарта, несовместимо со злодейством? Со злодейством? Да. Пушкинский Моцарт. Да, да, да. Да, я фильм смотрел. Смотри, сейчас расскажу тебе подсказку. Кто кого там замочил? Ну, там Сальери уже умирал. Вот. Что? Сальери Моцарта вроде, как по моей памяти, нет? Сальери отравил. Сальери был уже старый. Да? Да. Или нет. Не знаю. А в чем прикол? Не помнишь? Короче, не важно, в чем прикол. Один другого решил отравить. И у него это получилось. Но у них был между собой диалог. И Моцарт, кого отравили, говорил, что злодейство несовместимо с вот этим. А тот, когда в итоге его отравил, уже подсыпал и говорит, неужели, говорит Моцарт, сука, ты прав. И действительно, то есть получается, если я злодей, потому что я тебя отравил, значит, я и не он. А Сальери, ну, считал себя вот этим. Кем? Кем? Видишь, нормальная подсказка, брат? Ладно, ну. Я готовился? Ладно, хорошо. Пусть будет злодейство несовместимо. Если я не музыкант, то может с музыкой или с гением. Не знаю. С гением? Я... Аплодисменты. Пожалуйста, аплодируйте 16-летнему пацану, который правильно ответил на все вопросы. Подержи, подержи, пожалуйста. У меня просто сегодня звезды, звезды сошлись, знаете. Рассказывай. Да, и сегодня на Уделке был такой базарный день, отвратительный. Что за базарный день? Ой, ничего не купил. Слушай, братишка, пятикаточку только. Да? Хорошо, да? Давайте, спасибо большое. Все. Подруга, ты не хочешь поучаствовать? А? Подруга. Да, давай. Классно, классно. Все. Димон, ты главное нам не подсказывай, хорошо? Да, кстати, у меня есть инстаграм. И в инстаграме раз в неделю, раз в две недели я делаю вот такую движуху, прямой эфир, где вопросы задаю и плачу за них бабосы. Это, как говорится, есть такая функция. Поэтому в инстаграм залетайте, и все по красоте. Мы там за сектынем, и за лимонем, за лупенем, и за куролесем, естественно. Как зовут тебя? Варвара. Варвара. Пивоварова? Варвара. Ага. Сплющенный круг. Ответь, что это такое? Да, как по-другому называют сплющенный круг? Овал. Все верно. Очень большая-большая-пребольшая волна. Цунами. Лошадиный гараж. Кнюшня. По-другому как можно назвать? Верно, конюшня. Но вот у меня другое название правильное. Господи, вспомнил. Манеж? Нет. Нет. Господи, я же знаю. Конным спортом занимаюсь. Ты занималась конным спортом? Ну тогда я даже тебе подсказывать не буду. Сейчас, подождите. Я знаю. Деник. Чего? В смысле... Это очень... Тут все гораздо проще. Ну, слово на слуху должно быть. У тебя-то уж точно, у каждого. Вот их стоит вот в ряд вот этих коней, килограмм. Ну, стоило. Стоило? Стоило? Табун. Стоило. Чья нить помогла Тесею выйти из лабиринта Минотавра? Господи. Ну да, такая вот хрень. Сейчас. Ну, бога какого-нибудь. Это была девчуля. Девчуля. Она была дочка одного чувака. Его звали Минос. Минос? Да. Этот Минотавра этого Минотавра подкармливал людьми постоянно. Тесея решила с ним разобраться. И дочурка помогла ему. Дала клубочек. И с помощью этого клубочка он потом вышел из лабиринта, когда завалил этого чудо-юдо это. Вась-вась у Тесея было с ней. Да, он потом ее... Афродита, нет? Нет. На А. А? И вот есть такая певица тоже на А, ну, похоже, имя. Вот, ну. Не знаешь, да, ты? Я, может, вспомню, подожди. Да, ну, 16 лет. Да, вот, 16 лет. Была, может, постарше, может быть, и помнила. Димон, что ты там делаешь? Сейчас, на А, да? Да. Ну, не Афродита. Нет, нет, нет. Ладно, не знаю. Не знаешь, да? Нет. Все, сдаешься. Ну, да. Ну, кто вы так? А-ри-а-д-на. А-ри-а-д-на. Не знаю, это что такое. Ну, вот такая есть чавиха. Что, охота поучаствовать, да? И вам тоже охота поучаствовать? Давай сейчас какой-нибудь из ребят, да? Можете мой инстаграмчик там отметить, чтобы люди подписали? Сюда, подойди. Назови свой инстаграм. А, сейчас. Ой, блин. Вот такой вот шаловливый. Да, вот. А, вот чтобы они этот QR-кодик сделали, да? Да, хочу QR-кодик. Да, ну и скажи, как звали, вдруг там они так... Дима П. Шанель. Шанель? Площадь Восстания. Ну, хорошо, давай. Дима П. Шанель. Давай с тобой. Как зовут тебя? Константин. Колючий лесной колобок. Ёжик. Ёж. Серьезно? Да, да. Это совершенно правильно. Библейское всемирное бедствие. Акапокалипсис? По-другому. Там, когда все... Как говорится, все затекло, потекло. Наводнение? Ну, а если вот название такое, библейское, это как называли? Ой. Всемирный такой был. Ну, вот, я думаю, все-таки как-то с наводнением связано. Ураган, может, какой-нибудь? Ты Ноя знаешь? А? Ноя. Ну, слышал раньше. Кто такой? Это... Получается... Всемирный потоп. Как называют украинский парламент? Ди... Депа... Департмент. Департмент, да. Нет. Сейчас. Четыре буквы. Такое довольно-таки веселое и радостное название. Ну, если телевизор смотришь, вот, в украинской... Диспансер. Да, диспансер, может быть. Нет, блин, сейчас сразу не вспомню, блин, это Украина. Сколько раз слушаю, блин. Ну, короче, у них как у нас, только по-другому это называется. Четыре буквы. Украинская. Украинская. Вроде бы как и в аду. А, вроде бы и весело. Блин, не вспомню сейчас. Последние три буквы АДА. Подставляй буковки. Украинская. Диаспора. Нет. Украинская диаспора. Прикольно. Нет, АДА. Какая же там диаспора, если АДА в конце? Три буквы АДА последние. АСАД. О, нет. МОСАД? Нет. Блин, нет. Украинский МОСАД. Нет. Нет. Не знаю, честно. РАДА. Хочу тебя сегодня радовать. Спасибо, братан. Не получилось немножко. Так. Давайте кто-нибудь из вас, ребята. Вот давай ты. А ты молод? Да, да. 15. Сколько лет? Есть постарше? А на сколько? Лет на 10, блин, нету, да? Ну ладно, выглядишь ты на 40, поэтому не будем говорить твой возраст никому. Автор Гамлета. Вообще без понятия. Без понятия, да? Давайте вот эти поумнее пойдут. Ну давай. Как зовут тебя? Паша. Паша, сколько тебе лет? 20. Автор Гамлета? Шекспир. Какое животное в Древнем Египте при пожаре спешили первым спасти из огня? Кошка. Какие горы разделяют русские на европейцев и азиатов? Уральские. Что коллекционирует фалерист? Фалерист? Фалерист. Фалерист. Не флорист. Фалерист. Марки? Нет, не марки. Оу. Цветы? Нет, цветы коллекционировать это странно, наверное. Что обычно коллекционируют? Марки, крышки от бутылок каких-нибудь. Ну а что еще? Одежду. Одежда? Шапка. Какой-то предмет такой, ботинки. Все гораздо проще. Все очень просто. Фалерист. Да. А, понял. Не понял. Пум, понял? Не понял? Не понял? Не понял. Порой ты вот ходишь, да, и какие-то происходят такие вещи, и ты думаешь, ммм, не зря происходят эти вещи. Наверное, да. Какие-то такие штуковины, из-за которых я лучше не пойду туда. Умм, кошка перешла дорогу. Это точно. Это хрень. Ай, не подсказывай. Примета? Это была шикарная подсказка. Я думаю... А, ну это примета. Коллекционируют приметы? Нет. Коллекционируют события? Значки. Значки. А, точно. Точно. Эх. Поучаствуешь? Да ладно, господи. Думаешь, я тут не позорюсь? Я тут недавно сказал всем, что стихотворение сижу с решеткой в темнице сырой. Кто написал? Пушкин. А я всю жизнь думал, что это Лермонтов. Всю жизнь, понимаешь? Нет. А это Пушкин. Все верно. Поэтому я уже тут столько раз опозорился. Вообще пофигу. Да. Я не очень умный человек, который задает вопросы людям. Такая у меня рубрика на ютубе. Отвалите все от меня. Если что, вырежите. Назови... Ой, как тебя зовут? Вика. Виктория, назови хранителя покоя египетских пирамид. У нас в Питере много этих изображений. Кто? Сфинкс. Ну ты что, Вика? Конечно, сфинкс. Цирк на колесах. Шапито. Как? Шапито. Что ж так тихо-то говоришь? Шапито. Ну, конечно, шапито. Господи. Настенный светильник. Это вопрос номер три? Правильно. Настенный светильник. Ночник. Три буквы. Первые две согласны. Такое бывает. Кря. Бра. Как? Бра. Бра. Какое слово есть? Да. На каком растении сидел орел? Почему сидел? На каком растении сидит орел? На гербе Мексики. Не подсказываю. Мексика. На каком же растении может сидеть орел-то? С кормленной неволей. Ой, спасибо, Лера Вантова, за это стихотворение. Пустяне. Перец, может. Ну, логично, да. Перец. Мексика, перец, да. Но это не перец. Как будто бы ты сходила в туалет, и там на горшке оказались, что? Фекалии. Фекалии по-другому называются. Какашки. А орел сидел на... Ну, не на какашках же, правильно, но слово очень прям похоже. Какая буква первая? Так я уже все сказал тебе. Первые там дофига букв в слове как какашки. К... Канале? Растения. Мексика растет. Ка. Ктус. Господи, а... Все знаешь, а вытягивает тут из тебя просто непонятно как. Так, последний вопрос очень сложный. Какой штат в Америке зовется последней границей? Я больше уверен, что сейчас меня могут подтянуть, что ой, это вопрос вообще некорректный, потому что столько этих штатов, вот последний там. Нет. У меня есть одно название у него. Вот какой штат он ближе, там, я не знаю, наверное, к Канаде. Там не тепло. Орегон. Орегона. Нет. Аризона. Нет. Мы все это место очень хорошо знаем. Это вообще еще та, как говорится, наша достопримечательность. Сколько тебе годиков-то? Семнадцать. А, семнадцать. Так, ты не подсказывай. Подсказка лютая тебе. Лютейшая. В общем, когда-то было это все наше. Аляска. Аляска наша, что ли, была? Да. С чего ты взяла? При Екатерине вроде. Подержи микрофон. Руки замерзли. Невыносимо. Сколько сейчас градусов? Градуса два. Градуса два. Мне кажется, еще меньше. Спасибо. Да не за что. Все, давайте. Буду закругляться потихонечку. Покеда. Пока. Так. Спасибо всем, кто смотрит видосы. Так руки замерзли. Офигеть. Пишите, пожалуйста, мне классные, крутые комментарии. Кто напишет слово вобла, тому всегда будет респект. Ставьте вот эти вот лайкусики. Всегда очень кайфово, что когда донаты присутствуют, да, у меня есть реквизиты в описании. Сейчас пока нет рекламы, поэтому если вы будете закидывать там по 50, по 100 рублей, вообще будет бомба. Я всегда буду очень доволен и признателен этой всей концепцией. Все, да, пока, спасибо, да, всем спасибо, да, респект, всем уважуха, конкретно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok